В эфире «Наши новости». В студии с вами Олеся Кривенок. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Березово прошло возложение цветов на мемориале памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Жители Игрима готовятся к предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сарампаули инспекторы ГИМС провели проверку среди владельцев маломерных судов. Эти и другие новости в материалах наших корреспондентов. День памяти и скорби в Березово был отмечен возложением цветов к монументам мемориала памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Печальная дата начала многолетнего противостояния Советского Союза фашистским захватчикам в этом году, как и в предыдущие, стало напоминанием о беспримерном подвиге народа. В торжественной церемонии приняли участие глава Березовского района Владимир Фомин, председатель районной думы Владислав Новицкий, военный комиссар Березовского района Рашид Хазиев и сотрудники районной администрации. В связи с режимом повышенной готовности возложение цветов прошло в особых условиях. 22 июня является Днем памяти и скорби, и он навечно останется незаживающей раной в сердцах практически каждого гражданина нашей Российской Федерации, да и не только нашей страны. Ведь нельзя забывать о том, что именно Красная Армия освободила страны Европы от нацистской чумы. И несмотря на то, что у нас сегодня, в данный момент, такая сложная эпидемиологическая обстановка, все-таки отдать дань памяти – это долг каждого гражданина, каждого человека, который проживает, опять-таки, не только на территории нашей страны, но и сознательные люди, которые понимают всю важность того, что совершила наша армия и за рубежом. Так что здесь всегда хочется сказать о том, что мы будем помнить и чтить подвиг тех, кто исполнил свой воинский долг на полях сражений, кто не вернулся с этих полей. И обязательно, конечно, мы будем помнить трудовой подвиг тех, кто ковал эту победу у нас в ТВ. Третье воскресенье июня традиционно является Днем медицинского работника. Накануне праздника поздравления принимали сотрудники Березовской районной больницы и противотуберкулезного диспансера. Подробности в материале Кирилла Сидорова. 21 июня в России отмечают День медицинского работника. А в связи с сложившейся ситуацией в стране из-за коронавирусной инфекции, сейчас этот день важен как никогда. Главная задача медицинских работников состоит в укреплении и сохранении здоровья людей, а это очень сложная задача. В этот день мы можем и должны выразить свою благодарность людям, которые каждый день борются и спасают жизни, невзирая на усталость. Не остался в стороне и глава Березовского района Владимир Фомин, посетив 19 июня Березовскую районную больницу и Березовский противотуберкулезный диспансер, чтобы лично поздравить работников здравоохранения с наступающим праздником и поблагодарить за проявленный труд, преданность делу и терпение в столь нелегкое время. В преддверии вашего профессионального праздника хотел бы вам пожелать, берегите себя, это, наверное, самое главное, отдавайте свою заботу бережно, рачительно в сторону своих пациентов. Они люди, они граждане Российской Федерации, граждане нашего округа, берегите их, ну и еще раз говорю, в первую очередь берегите себя, поддерживайте друг друга, чтобы коллектив и наш окружной противотуберкулезный диспансер процветал, развивался. То, что вот мы в текущем моменте все переживаем с вами, непростое это время, мы его пройдем. Елена Папаева, проработавшая в Березовском противотуберкулезном диспансере 12 лет, палатной медсестрой, также поздравила своих коллег с Днем медицинского работника. Новый рекорд. Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас с наступающим праздником, День медицинского работника, желаю вам крепкого здоровья, удачи, всегда везде и во всем, ну и всех благ. Поздравила своих коллег с Днем медицинского работника и поблагодарила за преданность делу главный врач Березовского противотуберкулезного диспансера Минзифа Хизбулина. Уважаемые медицинские работники, от души поздравляю вас с наступающим праздником, Днем медицинского работника. И пользуясь возможностью, хочу поблагодарить вас за ваш нелегкий труд, за ваше тепло, за вашу самоотдачу, пожелать вам огромного здоровья, счастья, благополучия, тепла и уюта в семьях, здоровья и процветания. Бесспорно, медицинские работники стали героями 2020 года, спасая жизни миллионов людей, рискуя своим здоровьем, невзирая на усталость и трудности. Сегодня они продолжают оставаться на своих постах, охраняя здоровье граждан. В Игриме завершилась работа участковых избирательных комиссий по приему заявлений для голосования по месту пребывания. О том, как готовятся жители поселка к предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию и что их ждет в ближайшие дни, расскажем далее. В помещении поселковой библиотеки расположились представители шести Игримских участковых избирательных комиссий. С 16 по 21 июня они принимали избирателей и выдавали открепительные удостоверения. Они необходимы для всех, кто намерен стать участником всероссийского голосования, но не сможет проголосовать по месту регистрации. Также открепительные удостоверения можно было оформить самостоятельно с помощью МФЦ или через сайт госуслуги. По словам представителей участковых избирательных комиссий, за эти дни больше всего обращений поступило именно от студентов. Несмотря на то, что сейчас выдача открепительных удостоверений завершена, впереди много работы. Прежде всего, это подготовка к досрочному голосованию и голосованию на дому, при котором день и время выбираются, исходя из пожеланий избирателя. Уже сейчас работники районного комплексного центра социального обслуживания населения передали в избирательные комиссии информацию о получателях социальных услуг, которые изъявили желание проголосовать, но по разным причинам не могут выйти из дома. Прежде всего, это пожилые граждане. Проходить такая процедура будет с соблюдением всех санитарных норм и требований. С 25 по 30 июня будет проходить досрочное голосование в помещении ДК России с 11 до 7 часов. Всех приглашаем принять активное участие. Всех мы вас ждем. Более 50 волонтеров Конституции работают сегодня во всех поселениях Березовского района. С каждым днем их количество растет. К общественному проекту присоединяются и просто неравнодушные жители муниципалитета. Сейчас волонтеры с помощью телефонной связи ведут диалоги с гражданами пожилого возраста, уздают об их потребностях, а также информируют об особенностях предстоящего голосования по поправкам в Конституцию. За один день делается более 8 сотен звонков. После того, как начнется голосование, волонтеры будут оказывать помощь в обеспечении средствами индивидуальной защиты тех, кто решит выразить свое волеизъявление в местах для голосования, а 1 июля – на избирательных участках. Обеспечение безопасности пожилых граждан в связи с пандемией, с распространением коронавирусной инфекции стало актуальной темой непосредственно во всем мире. Ежедневно волонтеры помогают оставаться дома нашим пожилым гражданам и тем самым оберегают их от заражения коронавирусной инфекцией. Все мы знаем, что 1 июля 2020 года у нас в России пройдет историческое событие, у нас пройдет всероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В связи с этим волонтерский корпус, Всероссийское объединение корпуса «Волонтеры Победы» объединились совместно с волонтерами акции «Мы вместе» для того, чтобы помочь гражданам старшего поколения. В чем заключается? Заключается в том, что мы производим обзвоны пожилых граждан, узнаем у них о их состоянии, о необходимости помощи им в приобретении лекарства либо продукции, а также информируем их о том, что у них есть возможность проголосовать дома либо во дворе. 19 июня в Березовской средней общеобразовательной школе прошла церемония вручения аттестатов. В ней приняли участие более ста выпускников, не считая педагогов и родителей. Во избежание распространения коронавирусной инфекции, официальная церемония вручения аттестатов изменила свой формат. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Традиционно во время церемонии звучали поздравления и слова напутствия от родителей и учителей, нынешним выпускникам. Отличительной особенностью этого года стало то, что выпускников запускали в актовый зал средней школы небольшими группами. Все участники торжественного мероприятия были в масках и соблюдали дистанцию. Но это не помешало выпускникам ощутить всю важность момента, а родителям испытать гордость и радость за своих уже взрослых детей. Поздравила своих одноклассников и рассказала о своих эмоциях золотая медалистка Алина Канева. Это очень волнительный день, так как много раз переносилась эта дата. И я толком даже не понимала, в каком формате будет проходить мой выпускной. И так как это выпускной из 11 класса, понятно, что ты ждешь гораздо большего, чем любые другие мероприятия школьные. И я очень долго шла к этой золотой медали, потому что в 9 классе так получилось, что у меня не вышло выйти отличницей. И я считаю, что я заслужила эту награду. И я очень сильно рада, потому что мой труд оправдался. Ребята, я очень рада, что школьная жизнь столкнула меня с вами. Я очень вас сильно люблю. И в течение всей своей жизни я уверена, что я буду помнить каждого из вас. Вы молодцы. И я очень сильно буду по вам скучать. Пару слов учителям. Хочу сказать большое спасибо абсолютно всем учителям, кто присутствовал в моей школьной жизни, потому что каждый внес непосильный труд. Я хочу сказать большое спасибо Татьяне Сергеевне Сунгуровой, моей классной руководительнице из 5 класса, потому что в первую очередь она была для меня близким другом и она всегда поддерживала меня. И я знала, что я могу к ней прийти с любой проблемой, и она всегда меня поддерживает. Большое спасибо. Родители не остались в стороне, поздравив свою дочь с заслуженной медалью и рассказали о своих эмоциях. Мы, конечно, рады за нее от всей души. Гордимся, любим. Она стремилась к этому, шла, старалась. И это действительно ее заслуженная медаль. Очень рада за нее. Хотя, несмотря на то, что сегодня такой день особенный, да, как сказали, но все равно эмоции у нас большие, чрезмерные, мы ее очень-очень любимы. Выпускной – это первый шаг во взрослую жизнь, который дает небольшую передышку выпускникам, чтобы они могли набраться сил и решить, куда им двигаться дальше. Также эмоциями и теплыми словами поделилась золотая медалистка Елизавета Левицкая. Я шла к этому 11 лет. Эмоции переполняют. Сам тот факт, что ты столько времени работал и стремился к получению этого аттестата, к заветной медали, эмоции зашкаливают, просится наружу, охота просто выйти на улицу и прокричать. Я сделал это. Я могу хотя бы чуть-чуть, но отдохнуть. Учителям хотелось бы сказать огромное спасибо. Они шли все это время вместе с нами. Они вели нас, учили, наставляли. Мы очень сильно им благодарны. От своего лица хотелось бы пожелать им удачи в будущем, чтобы у них было много таких учеников, которые им благодарны, которые готовы идти с ними рука об руку и продолжать, быть продолжением их самих. Одноклассникам, ребят, в первую очередь крепитесь. Это будет сложно. Многие говорят, что после школы идут в высшее учебное заведение и жалеют о том, что не наслаждались во время школы всей вот этой свободой. Я желаю вам, чтобы вы не стесняли себя, чтобы вы также пользовались этой свободой, но при этом не расслаблялись, потому что если хотя бы чуть-чуть расслабишься, все сразу пойдет под откос, и все, ради чего ты стремился, ради чего ты работал, может разрушиться в любую секунду. Отец Елизаветы поделился своими эмоциями и гордостью за старания дочери, а также дал пару напутствий для первого шага во взрослую жизнь. Во-первых, необходимо сказать, что все мои эмоции, они, конечно, положительные, они, в первую очередь, связаны с успехами моей дочери. Я очень сильно горжусь ей. Она у меня успевала везде, и в учебе, и в социальной жизни, и в волонтерстве. Но хочется сказать, что все эти успехи, конечно, были достигнуты очень большим трудом. И я считаю, что этот труд сегодня, именно сегодня, был по праву вознагражден. В первую очередь, родитель, для того, чтобы его чадо достигло каких-то успехов, в первую очередь, он должен быть другом для своего ребенка. То есть, уметь поделиться своими знаниями, уметь выслушать в нужный момент, когда это необходимо. Где-то пожалеть, где-то приласкать, где-то немного, может быть, именно ругать. Но мы же знаем, мы все были детьми, то есть, при вот таких отношениях, доброжелательных отношениях, как раз-таки и получаются те самые успехи, которые потом приводят вот к этим вот неограниченным чувствам, переполняющим вот в день вручения аттестатов, переполняющие и гордость, родительскую гордость. Даже в условиях пандемии и при строжайших мерах безопасности наши выпускники смогли ощутить дух праздника и поздравить своих одноклассников и учителей, хоть и в необычном формате. Кирилл Сидоров, Роман Тягунов, АТВ «Березово». Выполнение правил эксплуатации плавсредств и соблюдения мер безопасности позволяет избежать несчастных случаев на воде. Насколько подготовлены в селе Саранпауль владельцы маломерных судов и их плавсредства к навигационному сезону 2020 года проверили сотрудники «Березовского инспекторского отделения». Более подробно в репортаже Ирины Будниковой. С 19 по 21 июня на территории Саранпауля проводили работы сотрудники «Березовского инспекторского отделения Федерального казенного учреждения «Центр ГИМС МЧС России» Пахмао-Югре. Цель нашего приезда в поселок Саранпауль – это проведение аттестации среди кандидатов на правоуправление маломерными судами. Значит, на аттестацию присутствовало 21 человек. Теоретические навыки сдали все кандидаты. Сейчас будут проводиться практические навыки. После этого будет решение о присвоении, то есть при выдаче удостоверения на право управления маломерным судом. Осенью 2019 года в Саранпауле все желающие смогли пройти обучение на управление маломерным судом, а на прошлой неделе сдать теоретический экзамен и вождение. Во время всех мероприятий были соблюдены все правила профилактики распространения коронавирусной инфекции. Насколько сложный для вас был экзамен? Ну, подготавливались, учили. Сложновато, конечно, было. Много нечего было впервые. Ну, сдал, доволен. Надеюсь, еще вождение пройдет. В здании полиции сотрудники государственной инспекции проводили регистрационные действия. При эксплуатации маломерных судов нельзя пользоваться судном, не зарегистрированным в установленном порядке, не прошедшим о свидетельствовании, не несущем бортовых номеров. Действия, значит, регистрационные. То есть, это обработка документов от владельцев маломерных судов, а по регистрации вновь приобретенных маломерных судов внесение изменения в имеющиеся данные по маломерным судам либо данных судоводителя, а также замена ранее выданных удостоверений судоводителям, проведение освидетельствования маломерных судов на годность к плаванию. Владельцы маломерных судов должны проходить техническое освидетельствование раз в пять лет. Сотрудники ГИМС проверяют корпус судна на наличие повреждений, двигатель, который должен быть установлен на судно и исправно работать, а также соответствие оборудования и снабжения техническим нормам. Ирина Будникова, авторское телевидение Березова, Саранпауль. И это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в социальных сетях. До встречи!